Рай Джузеппе Дзено Антонелла Стефануччи Паула Козелла и другие А также Франко Евароне Неаполитанский университет, факультет медицины, апрель 1903 года Тишина 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 Вон туда. Извините. Бежим в Маскате. На паркетсу. Давай, догоняй. Джузеппе, ты где? Не отставай. Осторожно. Осторожно, шею свернешь. Скорее. Ты что, ослаб? В основу сюжета легла биография неаполитанского врача и профессора, святого Джузеппе Маскате, а также людей, живших и работавших в одно время с ним. Кто быстрее? Джузеппе, на помощь. Джузеппе. Помоги, ногу свело. Нога. Держись. Победа. Ну, ты попался. Ошибаешься, приятель. Это я отдал тебе победу. Мы с тобой далеко пойдем, Джузеппе. Вместе. Госпожа. Госпожа. Ты звал меня, папа? Почему ты еще не одета? Ты сам знаешь. Подойди. Мамино колье. Это колье носили все княжные княгини рода Каяфа. Две вещи я не продам никогда. Этот дворец и колье. В отличие от меня. Что ты говоришь? Я молода, но не глупа, папа. Сегодня будет не бал, а торги. И меня получит тот, кто больше предложит. В нашем кругу по любви не женятся. В нашем кругу много несчастных людей, папа. Я всегда знал, что ты особенная девушка. Может быть, потому что выросла без матери. Но не пытайся мне перечить, Элена. Иди оденься. Я жду тебя в гостиной. Сегодня прекрасной Элене соберется весь цвет Неаполя. А я здесь зачем? Я не богач. Тебе пора заводить знакомство, Джузеппе. Ты слишком наивен, просто ягнен. Доверься мне. Пора тебе становиться светским человеком, как я. Мое почтение, Баронесса. У Баронессы, что ни день, ты новая болезнь. Хотя единственная проблема в мозгах. Мы на празднике или в больнице? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, спасибо. Человек с бокалом рядом с моим папашей и Цербером. Это профессор Далилу, главный врач больницы Инкурабили. Завтра на экзамене он нам поможет. Давай, постарайся ему понравиться. Хорошо. Добрый вечер, господа. Джорджо, опаздываешь. Папа, мы только закончили учиться. Что делать, профессор? Сначала долг, потом удовольствие. Правда, Джузеппе? Конечно. Джузеппе Маскати. Каня из Каяфа. Здравствуйте. Профессор Далилу. Здравствуйте. И мой отец. Здравствуй, Джузеппе. Джорджо с другом завтра сдают экзамен на замещение вакантных мест в больнице Инкурабили. И как раз профессор Далилу. Да. Не сомневаюсь, это первый шаг к блестящей карьере по стопам отца. Да, будем надеяться. Ваш отец тоже врач? Мой покойный отец был судьей. Почему же вы не пошли по его пути? Я сомневался, что стану таким же хорошим судьей. Почему же вы решили, что станете хорошим врачом? Даже не знаю. У меня страсть к медицине. Вы увлеченный человек? Да. Какой молодец. Что ж, надеюсь, завтра вы всем нам продемонстрируете эту великую страсть. Ну что ж, посмотрим. Тоже мне страсть. Прошу вас. Ох уж эта молодежь. Спасибо. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуй, Джорджо. Элена, ты восхитительна. Позволь представить тебе Джузеппо Маскати. Графы Маскати-Палирмские? Нет, моя семья из Беневенто. Джузеппо мой друг. И будущий коллега. Вы танцуете? Не очень хорошо. Вот Джорджо отличный танцор. Я знаю. Но мне бы хотелось открыть бал именно с вами. Если вы не против. Папа. 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 КОНЕЦ Вы всегда так молчаливы. О чем вы думаете? О том, что я единственный человек без имени среди стольких знатных имен. И ваш отец, по-моему, не слишком доволен вашим выбором. То есть я танцую с вами, чтобы досадить отцу? Надеюсь, что ваша жертва хотя бы оправдана. Это вовсе не жертва. Вы прекрасно танцуете. А вы самая прекрасная женщина из всех, что я видел. Танец с вами. На такой я не мог даже надеяться. А сейчас оставляю вас с гостями вашего круга. Раз уж ты не ложишься спать, съешь хоть что-нибудь, а то упадешь в обморок. Прямо перед комиссией. Может, печенье? Горячего молока? Нет. Ладно, я поняла. Но нельзя же питаться святым духом. Послушай, когда я выйду замуж и нарожаю детей, кто позаботится о тебе в твоей больнице? Нина, не забегай вперед. Я еще не сдал экзамена. Да и Фердинанда пока не решился. Решится? Он просто застенчивый. Его уже много месяцев не видно. Джузеппе, ты лечишь тело, но сердцем ведают женщины. Что-то внутри говорит мне, что Фердинанда... Нина! Не отвлекай меня, пожалуйста. Ладно. Я поняла. Занимайся. Ладно, я понял. Принеси молоко. Но потом... Я не буду мешать. Обещаю. Спасибо. И это все? Вы считаете, что раскрыли тему? Я пытаюсь понять, что я мог упустить, что стоило бы добавить. Возможно, стоит добавить, что вам следует знать больше о представленном вами случае Цинге. Понятия не имею, как вам удалось получить высокий балл за письменную работу. Скриптоманы? Нет, он хорош, коллега. Профессор, позвольте, я скажу. А вы кто такой, что позволяете себе прерывать экзаменатора? Мое имя Джузеппе Маскати, профессор. Я знаком с экзаменуемым. Мы вместе учились. Он хорошо подготовлен. Письменные работы Маскати весьма толковы и талантливы. Отлично, Маскати. Раз уж вы все знаете, идите сюда и докажите это. Встаньте сюда, на место друга. А вы, Пиромало, идите отдохните. Выпейте кофе. Потом посмотрим, экзаменовать ли вас дальше. Благодарю. В зависимости от знаний вашего защитника. Итак, посмотрим, на чем основана ваша самонадеянность. Прошу, доктор Маскати. Это не нужно. Не бойся, парень. Это мы тут сдаем экзамены, не ты. Вы тоже боитесь? Еще бы. Если сдадите экзамен, обещайте, что придете в больницу меня лечить. Конечно. Эй, Маскати, может закончим этот цирк? Нашел время болтать. Пускай. Сейчас станет ясно, циркач это или хороший специалист. Ой. Ну, как прошло? Пока не знаю. Ты там не выкинул очередной свой фортель? Какой фортель? Что ты? Дай затянуться. Доктор Маскати. Пиромало, заходите. Вас проэкзаменует профессор Делилло. Отлично. Если, конечно, вы уже пришли в себя. Профессор. Доктор Маскати. Вы знаете, что многие члены комиссии сильно вас недолюбливают. Насколько я знаю, вас тоже, профессор. Вы правы, Маскати. И, может быть, поэтому вы мне нравитесь. Когда вас зачислят в больницу, заходите ко мне в лабораторию. Профессор, вы хотите сказать, я принят? Вы что? Не только самонадеянный, но и глухой? Да. Да. С ума сойти. С ума сойти. Здравствуй. Поздравляем. Мы уже знаем великую новость. Спасибо. Поздравляем. Молодец, Джузеппе. Молодец. Паскаля мне все рассказал. Слава Богу. Я не сомневалась. Я так и знала. Я приготовила тебе запеканку. Заходи. Паскаля, а ты откуда все знаешь? Я только что вернулся. Профессор Фердинанда, который работает в больнице. Сказал Лучетти. Она ему сестра. Она рассказала своему мужу Антонио. А он привратнику. С улицы Джудичи. Все ясно. С луком земля полнится. От людей не спрячешься. Удачи, доктор. Мне сказали, ты сдал экзамен лишь благодаря своему другу в Маскате. Папа, я думал, мы празднуем. Здравствуй, мама. Молодец, сынок. Насколько мне известно, праздновать тут нечего. Искренне надеюсь, что тебе удастся доказать мне, что сегодняшнее событие простая случайность. Папа, не волнуйся. Ты должен бежать, сын мой, и побыстрее прочих. Как и я в свое время. И помни, победителя скачек видно уже на старте. Папа. Как я выгляжу? Подожди. Покажись-ка. В общем и целом, в своем стиле. В каком? Да улыбнись же. Эй, парень. А ну-ка слезай. Слезай. Черт. Черт. Быстро. Быстро. Стой. Тихо, тихо. Не дергайся. Не дергайся, спокойно. Не шевелись. Тихо. Тихо, я сейчас. Сейчас. Покажи-ка. Так больно? Не шевелись. Не шевелись. Спокойно, не дергайся. Сейчас посмотрим. Успокойся. Дай посмотрю. Здесь больно? Лодыжка. Тихо, тихо. Дай посмотреть. Дай посмотреть. Никак сюда не подлезть. Стоп, тебя. Большое спасибо. Что значит спасибо? Не беспокойтесь. Не, уже лучше. Что значит лучше? Попробуй, догони. Он просто голодный. Он просто голодный. Теперь поголодаешь ты. Нет. Нет. Стащил у тебя бумажник. Пошли. Пошли. Вот она, смотри. Красавица. Вдруг она мне понравится. Даже не думай. Получишь в лоб. Я за ней давно бегаю. Хватим Хлою. Джорджи, по-моему, не один ты ею интересуешься. Она своенравная. Но сегодня дело пойдет. Это надо отпраздновать. Официант. Бутылку лучшего шампанского, пожалуйста. Чтоб тебя. Джорджи, я без денег. Заплатишь? Джузеппо, когда ты так наловчился? Да ну тебе. Только самое лучшее. Хватит. Давайте Хлою. Вон. Хлоя. 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 Это еще кто? Скользкий тип. Выбился в приличные люди строительством трущоб. Хлоя. 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 Я из Севилья, звезда фламенко Там, где мучачес двигают попас Один тарера мне не годится В моей кориде мне нужен таро И пусть тарера съест свой сомбреро И все Севилья, пусть льет слезильи Но все напрасно, он любит страстно Но кто не платит, зря время тратит Не буду слушать я про Аморес Пока не дашь мне мешок Песатес И свое кольцо Я не твоя Кто меня поймал, счастье узнал Навсегда Мучачо, оле! Музыка, оле! Кольцер! Музыка, оле! Музыка, оле! Музыка, оле! Я ждал тебя. Зачем? У цветочника уже кончились розы, все пошли тебе. Ты думаешь, достаточно роз, чтобы я упала к твоим ногам? Это я у твоих ног. Многие недели. Из-за тебя я рискую карьерой. И напрасно. Я своей очень дрожу. И поэтому не связываюсь с мальчишками. С теми, кто за деньгами бегает к папе. И правильно. Не дай бог, вскружу тебе голову. Потом до такого, как он, ты и дотронуться не сможешь. Когда у меня кружится голова, я пью порошок. Терпеть не могу болеть. Любовь – самая прекрасная болезнь в мире. Для тех, кто может себе это позволить. Со мной можешь позволить себе все. Даже стать моей женой. Я разберусь. Я все могу стерпеть. Но никогда меня считают дурой. Не смей больше так говорить. В чем дело, Хлоя? Набить ему морду. Не надо. Прекрати. Тебя что, не учили вежливости? Прекрати, Джорджо. Мы с дамой разговариваем. Кто из нас лишний? Это ты здесь лишний, понял? Перестаньте. Вы с ума сошли? Прекратите. Хлоя! Джорджо! Хлоя! Держите их! Шевелитесь! Держите их! Бежим! Бежим! Похоже, на этот раз у тебя все серьезно. Шевели ногами! Должна вам сказать, что в этой больнице существуют строгие правила, которые следует соблюдать неукоснительно. Ясно? Начиная с халата, который должен быть чистым и опрятным. Здесь профессор Делила не признает никаких поблажек. Сестры, в чем же дело, наконец? Что такое? Дошевелитесь же! Прямо с утра уже устали? Сестра Анжелина, за работу. А это кабинет профессора Делила. Тонино. Тонино! Как это понимать? Спим в кабинете профессора? Тонино. Говорю тебе в первый и в последний раз. Понятно? Еще раз здесь тебя увижу, отправлю домой без разговоров. Ты понял меня? Отец меня предупреждал, береги сестры Эльги. Она держит в узде всю больницу. Пытается воспитать из нас немцев. Ну что? У нас тут не театр. Идемте. Идемте. Добрый день, Перамалло. Здравствуйте, профессор. С почином. Спасибо. Привет, малыш. Вы про меня не забыли. Конечно. Ромашку тебе давали? Нет, пока нет. Пока нет. Ничего, я прослежу. Маскати. Кто вам сказал им заниматься? Профессор, я осматривал его на экзамене. Да, но экзамен закончен. Я сам скажу, каким пациентом вам заняться. Тогда закончим обход. Хорошо. Идемте. Я скоро вернусь. Рита, как поживаете? Спасибо. Иди сюда. Разбойник. Иди сюда. Бесстыдник. Синьор, отойдите. Негодяй. Иди сюда. Чтоб тебя. Держите его, держите. Получай. Ты куда? Бесстыжий. А ну-ка, стой. Ты куда? Отпустите, негодники. Да чтоб вас всех. Ты куда? Стой. Стой. Не поймаешь. Стой. Разбойник. Негодяй. Ты в кого плюешь, бесстыжий? Спасибо. Разбойник. Ни стыда, ни совести. Стой. Стой, парень. Ты куда? Стой. Парень, стой. Именем закона. Бессовестный. Куда ты? Стой. Бесстыжий. Стой. Стой. Бесстыжий. Стой. Тихо, тихо. Чтоб тебя. Попался, разбойник. Вообще-то это я поймал его. Я уже давно его искал. Черт из два, вы бы меня поймали. Да я твою рожу тебе в задницу засуну. Не советую. Слушайте, спасибо за помощь, но остальное вас не касается. Этот гад пытался стащить колбасу. Хотите его забрать, берите. На ваш страх и риск. Что это значит? Я врач из Инкурабеля. Мальчик сбежал из инфекционного отделения. А что с ним такое? Что такое? Он заражен вирусом, поражающим мозг. Да он свои мозги уже пропил. Ах ты! И некоторые физиологические функции. Конкретно мужские. Идем. Я только собирался жениться. Да кому ты нужен? Пошел. Аньелло. 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 Ваш заказ Спасибо Приятного аппетита Тише, когда ты в последний раз ел? Не хочу говорить, а то вы разозлитесь Почему? Когда стащил у вас бумажник Послушай, ты хочешь жить так всю жизнь? А я только это умею Зато очень хорошо Это правда Верни солонку на место Стоп тебя, жалко И макалат тебе понравилось А кто это? Моя младшая сестренка У меня еще три брата Я в семье главной Доктор, вы что, с ума сошли? Нет Держи Потом, может, придешь сюда поплаваешь Я же говорю На мне вся семья Мне некогда ходить на море Времени совсем нет К тому же я не умею плавать Я научу Если будешь, хорошо себя вести Вы что, серьезно? Конечно Значит, мы друзья? Конечно, друзья Давай ешь Анил, я больше не хочу Будешь? Да Спасибо Ешь, ешь Спасибо Спасибо И не надо кричать Ждите своей очереди Держите ноги крепче Пропустите Мой муж не может ждать Не может Сен-Жаро, выйдите немедленно Не мешайте Что случилось? Доктор Спросите Идите сюда Он уже не говорит Где он? Господи, выйдите все отсюда Он упал с крана в порту И столько крови потерял Выходите Сестра, пусть его занесут Сестра Эльга Позовете профессора Далилу Хорошо Кровотечение остановилось И не только Он умер Разве не видите? Унисите Идемте Нас ждут пациенты Постойте Постойте Мускамаскати Мускамаскати Прекратите немедленно Что вы делаете? Пытаюсь стимулировать сердечную мышцу Вы проломите ему грудную клетку Кто вас этому научил? Какой-нибудь знахарь? Джузеппе Я сказал Прекратите Прекратите Профессор, он дышит? Дышит Дышит Браво Мне попадались врачи вроде вас Это такие пламенные энтузиасты Убежденные, что знают больше всех Извините, профессор Я не хотел проявить неуважение Просто Просто пациент не доживет до утра Вот что Дренируйте грудную клетку Ты как ребенок Пойти против Далило Ну ладно, пойдем Наша смена закончилась Пошли Меня тоже ждет пациентка Очень сложный случай Куда сложнее этого И прогноз пока не ясен Но по-моему я нашел Нужное средство Да, да, да Эй Это фамильная ценность И ходит с поколения в поколение Мой дед подарил его бабушке А отец матери Ваш отец подарил его вашей матери? А дед бабушке И вы дарите его мне? Как знак моей любви И вот чего оно стоит Ваше кольцо И ваша любовь Такое кольцо дарит шлюхе Они же не Следующий раз, когда будете покупать Будьте повнимательнее Я сразу понял, что вы Любовь моей жизни У вас есть что-то, чего я не встречал Ни в одной другой женщине Только то, что вы со мной еще не спали Вы сказали Еще Впервые вы дарите мне надежду Такие, как я, Джорджо Отдается всегда Рано или поздно Всем Я не все Только не лги мне больше Маскати По-моему, ваша смена закончилась Я знаю, что не должен здесь оставаться Тем более принимать посетителей Но я никого не жду Правда Чтобы это было в первый и в последний раз Хотя насчет вас у меня есть сомнения Идите Здравствуйте Мне сказали, что я найду вас здесь Пойдемте Это неподходящее для вас место Элена Как вы себя чувствуете? Ничего страшного Понюхайте Понюхайте Что это? Камфора Ее называют трава радости Я думала, вы врач, а не знахарь Мне сегодня второй раз это говорят Как вы себя чувствуете? Полная дурочка Почему? В тот вечер на балу я показалась вам избалованной девчонкой И вы были правы Я использовала вас, чтобы позлить отца И вам это удалось? Он два дня со мной не разговаривал Потом снова начал гнуть свою линию И теперь лично встречается с отцами претендентов на мою руку Чтобы убедиться, что они достаточно богаты Среди них есть кто-нибудь, кто вам по душе Почему вы спрашиваете? Вам в самом деле интересно? Да Немного С тех пор, как я вернулась из колледжа, вы первые Кто не смотрит на меня, пытаясь прикинуть, стоили я той суммы, что за меня просят Может быть, потому что я не мог бы вас купить Даже если бы захотел Возможно, вы просто не хотите Не могу И не хочу Я понимаю, мне не следовало приходить Думаю, не понимаете Я желаю вас, Алина С первого момента нашей встречи И это меня пугает Ни ваш отец, ни ваше общество С ними я легко могу бороться Но ваши глаза Ваши губы К ним хочется припасть И забыться Это так ужасно? Нет Это чудесно Дум захватывает Вы знаете, где меня найти? Елена Елена Профессор Ани Вы что, задыхаетесь? А у меня теперь свое дело Молодец Если хотите попробовать, сделаю вам скидку Хорошо Идем Идем Хорошо чистить обувь А работать в больнице? Я бы устроил все по-другому И как же? Не знаю Уделял бы больше времени пациентам А сейчас не можете? Нет У нас правило 7 минут Максимум, что отводится на одного больного Конечно, доктор Все правильно Я сам так делаю Мне Джанарина сказал Что он сказал? Сказал, что каждому клиенту надо почистить 7 раз слева И 7 раз справа Не больше и не меньше Это коммерция, доктор Кстати, 30 чинтезима Спокойной ночи Спокойной ночи Выпейте лекарства Спокойной ночи Спите Спите Спокойной ночи Спокойной ночи Здравствуйте Здравствуйте, сестра Эльга Здравствуйте Что новенького? Профессор Как себя чувствуешь? Идемте Начинаем обход Он справился Идемте Идемте со мной Мускати Молодец Поздравляю Но сейчас не время почивать на лаврах У нас много дел И врач не может посвящать столько времени одному пациенту Мускати А где ваш халат? Он был в крови А здесь его жена И это тоже против всяких правил От родственников одни беспорядки Разве вам не кажется, что сострадание не знает правил? Мне кажется, что каждый из нас обязан выполнять свой долг в Мускате И я выполняю свои много лет Уровень тромбоцитов пришел в норму Благодаря массажу сердечные сокращения возобновились И восстановилось нормальное кровообращение Мы зачастую недооцениваем резервы человеческого организма Вот, посмотри Впервые в жизни я полностью согласен с верующим Видно, старею Ура Это кольцо моей матери, и я не лгу. Если отец узнает, он меня убьет. Я всю жизнь делал то, что он хотел, а теперь мне все равно. Ты своевольный и избалованный. В этом я не ошиблась. Но ты нуждаешься в любви. Я буду любить тебя, пока жива. Субтитры сделал DimaTorzok Куда вы меня везете? Чудесное место. Что-то вы не пугаетесь. Эй, Гверальи, не балуй. Держитесь за меня. Осторожно. Осторожно. Сюда. Как вам здесь? О, Боже, но здесь опасно. Нет. Он может взорваться? Да, но не сейчас. Ходим. Ходим. Субтитры создавал DimaTorzok Доктор! Аньелла! Что к мне? Я забыл про урок плавания. Когда человек влюбляется, он забывает про всё. А ты откуда знаешь? Все так говорят. И у вас по глазам всё заметно. Правда? Вы как будто витаете в облаках. А это что? Пароход, который поплывёт в Америку. Красивый. Я сделал его для братьев, пока вас ждал. Аньелла, ты просто ангел. Вот почему ты всё знаешь и понимаешь. Ангел, а плавать не умею. Восьмое апреля 1906 года. Дыши. Покашляй. Кашляй, кашляй. Джузеппе. Будут выбирать заместителя главного врача. Да? Конкурса не было 20 лет. А теперь будет, мне сказал Далилло. Джузеппе. Всего одна вакансия. Хорошо. Что такое? На помощь? Землетрясение, Джорджи. Землетрясение. На помощь. На улицу. Быстрее. Быстрее. На улицу. Скорее, скорее. Профессор Далилло. Спокойно. Успокойтесь. Быстрее. Спокойно. Помогите. Извержение. Извержение. Сестра. Где сестра? Что нам делать? Успокойтесь. Сестра, успокойте их, пожалуйста. Джорджо. 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 Что такое? В больнице Торо Дель Греко много больных и мало персонала. Торо Дель Греко. Торо Дель Греко. Торо Дель Греко. Стой. Стой. Доктор. Вы вывели всех больных? Нет, там еще остались. Мне не хватает людей. Это просто кошмар. Давай, Джорджо. Толкай. Помогите. Помогите. Спокойно. Мы вас вытащим. Я поднимаю, а ты толкай. Толкай. Вверх. Тяни вверх. Чего вы ждете? Сейчас мы вас вытащим. Выходите. Бегом. 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 Отойдите от здания. Скорее. Помогите. Джузеппе. Джузеппе. Ты куда? Скорее, Джорджо. Джузеппе. Да чтоб тебя. Джузеппе, стой. Здесь никого больше нет. Я не уверен, Джорджо. Я не уверен, Джорджо. Джузеппе. Джузеппе. Отходите. Отходите. Не толпитесь внизу. А где второй, доктор? Я не уверен. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сейчас я вас выведу Сейчас я вас выведу Идем, скорее Скорее, идем Выходите 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 Скорее Выходите Нет Выходите Скорее Я не могу Стойте здесь Стойте здесь Давай Давай, иди сюда Пойдем же Пойдем Выходим Быстро Сюда Доктор Ты куда? Я студент-медик Молодец Веди их вниз Я хочу помочь Выведи их быстро Торопись Как вас зовут? Меня зовут Маскати Маскати? Давай, бегом Выходим Выходим, выходим Помогите Давай Давай, надо уходить Я не могу Я не могу Надо уходить Я не могу Почему? Я должен остаться Так сказал он Я должен остаться Выучить песню Такую песню Песню Такую Про свет Там свет Много света Еще Небо И еще Свет И там еще Про солнце Да? Да Да Там еще солнце Точно там Про солнце Тогда мы споем ее вместе Хорошо? Да Споем Да Да Это она Это она Споем вместе Как там? Давай Пошли Вот они Скорее 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 Рушатся Казати Казахст 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 КОНЕЦ Октябрь 1908 года. Так больно? А здесь? Да, доктор. Значит, здесь тоже? КОНЕЦ По-моему, у пациентки ничего нет, кроме очень лёгкой диафрагмальной грыжи. То есть вы бы её не оперировали? Ни в коем случае. И вы ошибаетесь, поскольку у пациентки выраженная гипотическая дистрофия, вызванная опухолью. О, господи. Молчите. Ей надо немедленно в операционную. Идите. Но, профессор, вы ошибаетесь. Эту бедную женщину зря разрежут. Гораздо более вероятно, что вы не такой великий диагност, как вам кажется, Маскати. Экзамен закончен. Идите. Пиромалло, ваша очередь. Господа. Профессор, ну что? Далило был прав? Эту бедняжку только зря разрезали и зашили. Никакой опухоли там не нашли. Поздравляю. Поглоточку. Ты стал заместителем главного врача. Вы серьезны? Да. Твой друг не сдал экзамен. Но за него не волнуйся. В конце концов, ему поможет папа. Как всегда. За тебя. То, что произошло, ни капли меня не удивляет. Возможно, я сам виноват в том, что никогда не спрашивал с тебя строго. Но теперь детство кончилось, Джорджо. Или ты будешь работать, как Маскати, и докажешь всем, и в первую очередь мне, что ты не хуже него. Или переедешь в кафе Шантан на содержание к своей плесуньи. От меня ты больше ничего не получишь. Вот он. Закончу сама. Руджеро, как ты? Спасибо, лучше. Добро пожаловать, профессор. Откуда такие церемонии, сестра Эльга? Я не впервые в этой больнице. Впервые, с тех пор, как выиграли конкурс. Не говорите, что вы меня стесняетесь. Да нет. Я хотела сказать, что с сегодняшнего дня у вас на обходе будут студенты. Хорошо. И где они? Вон он. Что-то их совсем немного. Но он попросил с учеником именно к вам, профессор. Его зовут Умберто Тамара. Умберто Тамара, доктор Маскати. Ты тот самый ненормальный из Торо Дель Греко. Да, профессор. И наконец-то я защитил диплом. Молодец, Умберто. Теперь наступает самый трудный и ответственный момент. Ты будешь читать книгу, которую никто не издавал. Обложка – это койки нашей больницы. А содержание – страждущие тела пациентов. Я хочу, чтобы к полученным знаниям ты добавил уважение и сострадание к нашим больным. А еще улыбку. Джорджо, я тебя искал. А, Умберто, и сними халат. Но я думал, нет, он только пугает больных. При обходе он не нужен. Давай. Джорджо. Наконец-то. Я столько дней тебя ищу. Да? В чем дело, профессор Маскати? Зачем ты так говоришь? Я все понял, Джозеппе. Ты притворяешься, что тебе ничего не нужно. Ты что? А в итоге получаешь все. Знаешь что? Теперь даже отец предпочитает тебя мне. При чем здесь твой отец? При всем, Джозеппе. Я не сделал тебе ничего плохого. Я знаю, ты гораздо лучше, чем хочешь казаться. Если бы ты сам это понимал, это увидели бы и другие. У тебя на все есть ответ, профессор. Я не такой, как ты говоришь. Джорджо, послушай. Столько всего нужно сделать. И мы должны сделать это вместе. Помнишь, мы мечтали о нашей больнице? Отстань от меня. Горджа. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Таким образом, мы покончим с этим неудачным периодом Субтитры создавал DimaTorzok Я не Ангела Я не знаю, кто вы такой Ангела! Что ты несёшь? Ты с ума сошёл? Ангела! Что случилось? Откуда эта кровь? Моя кровь! Горькая, горькая! Хуже яда! Ты что? Чёрная! Чёрная, как ад! Какой ад, Ангела? Ты же сущий ангел! В аду только дым! А моря там нету! Там все только плачут! И ещё кричат! О чём ты? Ангела? Доктор, мне страшно! Я с тобой, не бойся! Рану можно обработать, но, по-моему, профессор, он просто хочет есть Сестра, пожалуйста, мне нужна кровать Вы же знаете, у нас нет мест Я сказал, мне нужна кровать И подготовьте шприц, чтобы взять анализ крови Побыстрее! Я понял Постараюсь поскорее Сестра, Эльга? А где Ангела? Он просто хотел есть Как я и говорила Я понял, а сейчас он где? Отвечайте на вопрос Его здесь нет Сестра Анджелина отдала ему хлеба, и он убежал Как убежал? И сейчас, небось, смеётся над вами Замолчите Аньело! 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 Вы не видели Аньело? Да, он там Где? За углом Аньело! Почему ты меня не подождал? Профессор, море так далеко? Нет, недалеко Вы помните, что мне обещали Да Что научите меня плавать Забыли, да? Но вы мне как-то сказали, что море очень красивое Да И что Господь дал нам его для утешения души Да Профессор, отнесите меня на море А то у меня на душе сегодня очень грустно Да Хорошо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Профессор Вы всё знаете Скажите, как это, когда умираешь? Аньело Каждый из нас, как капля воды Что рано или поздно падает в море И когда эта капля растворяется Её вода становится морем Значит, это не больно? Нет Профессор Тогда, значит, и я, наконец-то, научусь плавать Субтитры создавал DimaTorzok Профессор Это столбняк, верно? Да Меня удивляет, что он так тихо умер Обычно такие больные ужасно мучаются Ты сразу понял, да? Когда увидел порез И этот бред Но я надеялся, что ошибаюсь А он был прав, когда говорил про горькую кровь Столбняк Джузеппе Столбняк Джузеппе не горький и не сладкий Не добрый и не злой Это бактерия Форма жизни Которую создал твой бог Если он есть И она убила мальчика Субтитры создал DimaTorzok 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 Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Субтитры создал DimaTorzok Конечно. Да. Сейчас вы видите меня в монашеском одеянии. Но я тоже когда-то была маленькой девочкой. И батрачила. Моя семья работала на рисовых полях. Весь день гнули спину. Я видела столько несправедливости. Мои родители умерли, когда я была вот такая. И тогда я решила посвятить всю жизнь тому, чтобы правила стали для всех одинаковы. Любой ценой. Так я думала почтить память своих родителей. И заветы Господа нашего. А потом появились вы. И я поняла, что безмилосердие, долг и справедливость – это пустые слова. Маскати, ваш труд навлечет на вас критику, зависть и не даст признания. И другие будут обходить вас, не имея половины ваших заслуг. Но обещайте мне одну вещь. Что вы не сдадитесь. Нет. Не сдамся. Браво, профессор. Сегодня я понял одну вещь, сестра Эльга, что Иисус в каждом страждущем. Да. Если бы я продолжал лечить только их болезни, я был бы обречен на поражение. Я думал бы о том, на что наука не способна и ощущал бы бессилие. Я понял это, когда умер Аньела. Труд врача намного меньше и намного больше. Но я хочу отдать ему все силы, всего себя, насколько это возможно. Ты понимаешь? Понимаешь, Элена? Да. Если ты позволишь мне быть с тобой. Когда я узнала про Аньела, я написала тебе, но ты не ответил. И я почувствовала себя такой ненужной и одинокой. Я знаю. Это не повторится. Хочешь разделить со мной эту жизнь? Готова разделить все? Все, Джозеппе, все. Мы должны воспринимать боль не просто как сокращение мышц, а как мольбу брата о помощи, и помогать со всей любовью, на какую способны. И кроме того, вы увидите, что часто можно облегчить боль одним жестом. Верным советом, нужными словами, объятием, а не просто сухим медицинским рецептом. Попробуйте ощутить божественную энергию внутри вас. Это поможет вам понимать биение сердца, чистоту дыхания. Если мы вольемся в этот поток, возрастет наша интуиция и способности к диагностике. Слушайте, слушайте. В чем дело? Сестра Эльга, что этот Маскати задумал? Разломать всю больницу? Он выносит больных на улицу. Куда на улицу? Мы в Неаполе, и слава богу, у нас есть солнце. Идемте. Солнце – лучшее лекарство, тебе понравится. Будем принимать солнечные ванны, хорошо? Идемте, идемте. Выходите. На улицу. На улицу. Господа, продолжаем обход. Арканджело, что вы там делаете? Простите, профессор Далилу, я хочу перейти к Маскати. Что ж, каждый свободен выбирать между бреднями и истинным врачебным искусством. Профессор, раз вам так хочется, ради бога. Вы же знаете, я всегда был немного чокнутым. Эй, ребята, вам помочь? Я сейчас. Подождите. Ставьте их здесь, на солнце. Дышите. Дышите. Ну что вы, это уж чересчур. Нас разлучили. Надо вернуться на место. Давайте. Вот так. Возьмитесь лучше за руки. Давайте за руки. Так, хорошо? Отнесите туда же. Синьорина, доктор еще не принимает. Я пришла не на прием. Нет, сюда нельзя. Извините. Пропустите. Нельзя. В чем дело? Джорджо. Что ты здесь делаешь? Выйдите все отсюда. Все кончено. Как ты не понимаешь? Не все, Джорджо. О чем ты? Я жду ребенка. От тебя. Вот как. А кто сказал, что он от меня? Я тебе не изменял. И ты это знаешь. И что я должен делать? Бросить все это ради тебя? Ты всегда говорил, что так и сделаешь. Мало ли что говорится. Но жизнь изменилась, Хлоя. Не сомневаюсь, ты знаешь, что делать в таких случаях. Вырвать из чрева твоего ребенка? Я смогу и сама. Потому что не хочу ненавидеть его за вину отца. И пока жива, я буду тебя ненавидеть. До последнего вздоха. Чего ждем? За работу. Грузчики. Грузчики. Что ты тут делаешь? Профессор, не хотел вас беспокоить. Я во дворе с Каяфа, там большой прием. Разве сейчас не твоя смена? Вот именно. Человек, которого привезли утром. Да. Со спазмами в животе. Испозито. Он умер. От несоварения желудка не умирает. Надо обследовать тело. Родственники забрали его домой. Умберто, нельзя терять времени. Где они живут? В испанском квартале. Иди в больницу, я их найду. В чем дело дальше? Если хотите, идите сами. На свой страх и риск. Держите. Я так взволнована, но убеждена, что это останется без последствий. Хотя мне говорили, что в Париже дело дошло до беспорядков. Ну, на самом деле... Кем он себя возомнил? Заставлять знатную девушку себя ждать? Этого в Маскате нет никакого понятия о приличиях. Папа, прошу тебя. Наверное, что-то случилось. Извините. 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 Что такое? Может, я помогу? Я ищу Руджеро и Спозито. Дома Спозито. Идемте, я вас провожу. Идемте. Это совсем рядом, в двух шагах. Мы уже пришли. Смотрите. Что скажете? Хороша куколка. Что вы вообразили, придурок? Я врач. Врач! Простите. Простите. Да будь ты мне хоть отец, родной, понял? Гони бумажник, а то глотку перережу. Хорошо, успокойся. Я спокоен. Спокойно, все равно у меня мало денег. Хватит, не беспокойся. И пиджак. Давай, давай. И хватит. Ботинки. Я сказал, ботинки, быстро. Молодец, поздравляю, силен. Живешь за счет девочек, а теперь хочешь меня убить? Давай, убивай. А потом, где возьмешь деньги? Кого потом убьешь? Все, хватит. У меня нет времени, убери нож. Вот, часы тоже забирай. И шляпу бери. Я спросил, где живет Руджеро Испозито? Не знаю. Откуда я знаю? Отстань. А кто может знать? Князь, Джорджо. Простите, княжна, я не ваш благородный рыцарь. Здравствуй, Эллина. Здравствуй, Джорджо. Моей дочери срочно нужен кто-нибудь, кто ее развеселит. Прошу. Что может быть лучше, князь? К тому же в такой чудесный вечер. Правда, Эллина? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь живет семья Испозито? Да. Ходите, пожалуйста. Позвольте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько человек здесь живет? Зачем вы сюда пришли? Что вам нужно от нас? Моего мужа больше нет. У вашего мужа была очень опасная болезнь. Я должен убедиться, что вы все здоровы. Я здорова. Но у моего сына жар, как у Джинара. Идемте к нему. Пойдемте, доктор. Его все время тошнит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сюда, доктор. Как тебя зовут? Винченцо. Не бойся, Винченцо. Я отвезу тебя в больницу. Я не хочу. Смелее. Пойдем. Я не хочу умереть, как папа. Я здоров. Останешься здесь, умрешь. Послушай меня. Просто невероятно. Скорее, не бойся. Не бойся, ничего страшного. Все хорошо. Сюда. Профессор, почему вы не в кинематографе? О, боже. А где ботинки? Где физраствор? Что случилось? Кто этот мальчик? Винченцо испозиту, сын Руджеро. И у него те же симптомы. Гастроэнтерит. Это холера. Пресвятая Богородица, холера. Немедленно сообщаем в префектуру. Подождем. Утром придет профессор Делило. Будет слишком поздно. Да, но профессор... Может вспыхнуть эпидемия. Скорее, ради бога. Да. Подготовь пробирку скалом этого мальчика. Сейчас. Не верю. Ребята, подойдите сюда. Вы трое пойдете со мной в испанский квартал. В испанский квартал? Да. Вообще-то наша смена закончилась. Молодой человек, если считаете, что ваша смена закончилась, идите. Орландо, Арканджело, подготовьте кареты скорой помощи. Профессор, а ботинки вам случайно не нужны? Да, молодец. Спасибо. Возьмите мои. В чем проблема? Держите. Спокойно, спокойно. Сейчас я вам все объясню. Идемте со мной. Профессор, ничего удивительного, что они подхватили заразу. Это просто кошмар. Кошмар. Извините. Вы пьете эту воду? Да. Умберто, дай пробирку. Отнеси профессору Монтефорте. Пусть он немедленно сделает анализ. Всех симптомами дизентерии, рвоты и высокой температуры и срочно в больницу. Господа, прошу внимания. Вы должны пить только кипяченую воду и хорошенько проваривать пищу. Да они вообще ничего не едят. Все истощенные. Правда? Ж Naam. Мон qué polvo. Чудесно. Замечательно. Профессор, вы за ночь глаз не сомкнули Отдохните хоть немного Я не устал Здесь все сидят по домам, боятся заразиться Может, нам тоже лучше вернуться? Синьора 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 Никак не хочет просыпаться Мне жаль, синьора, но он умер Когда он спит, совсем как ангелочек Правда, Танино, милый? Синьора, я врач, надо его увезти Совсем заледенел, как воробушек Легкий, легкий Дайте его мне, я все сделаю Нет, я его не брошу Уходите Синьора, вы устали Дайте его мне Дайте мне Принеси ей что-нибудь поесть, Арканджел Стой, стойте Прохода нет Что ты делаешь? Пропусти его Профессор, слава богу, вы пришли Идемте скорее Идемте Что вы творите? Убирайтесь Прекратите Выкидывайте все Это заразное, синьора Ван, отсюда Что вы делаете? Что вы делаете? Приказ правительства Но холера, это не чума Это все не заразное Потушите Не надо жечь Потушите Подождите здесь Нет, проход закрыт Проход закрыт Вы все заразны Синьорина, вы куда? Проход закрыт Я княжна Каефа Мне надо поговорить с профессором о скоте Что вы делаете? Что вы делаете? Потушите Успокойтесь Тихо Это не заразно Посвящается другу Вальтеру Фильм является вольной интерпретацией обстоятельств жизни И деятельности доктора Джузеппа Маскати Любое сходство с реальными людьми или организациями А также событиями, имевшими место в действительности Является случайным Конец первой серии Авторы сценария Фабио Кампус Карлотто Эркулино Лучия Дзей Клаудио Сбориджо Глория Малатеста Джакума Кампьотти Художник Козимо Гомес Композиторы Лино Канавачиолло И Микеле Федриготти Оператор Джино Сгрева Продюсеры Серджио Джусани Джорджи Шотлер Режиссер Джакума Кампьотти Фильм озвучен фирмой СВ Дубль По заказу ГТРК Культура Фильм озвучен фирмой СВ Дубль Субтитры создавал DimaTorzok